Приветище! Сегодня у нас новенькая игрушечка под названием Кафе Симулятор. Здесь мы будем покупать убитое кафе, его ремонтировать, потом обустраивать внутряночку, нанимать работников, обслуживать клиентов, мутить блюда и всё-всё-всё в этом духе. Короче, погнали! Мой отец всю жизнь занимался ресторанным бизнесом. Каждый день после школы я прибегал к нему на работу и наблюдал за тем, как он ведёт дела. Отец был строгим, но справедливым начальником. Дела шли очень хорошо. Отец хотел открыть второй ресторан в соседнем городке. Половина суммы для открытия была собрана. Вторую половину он планировал взять в долг у местной мафии. Он дружил с их боссом ещё из колледжа. Отец взял деньги в долг и открыл второе заведение, но оно оказалось убыточным. Днями напролёт он искал причину провала, но так и не нашёл. В какой-то момент подвело здоровье. Он попал в больницу. Вернувшись с больницы, он начал пересматривать все счета, которые нужно было оплатить. Он сразу понял, что не сможет оплатить их все. Он не спал почти неделю, думая о закрытии бизнеса и ухода на пенсию. Решение было принято. Отец продал бизнес, расплатился с долгами и ушёл на пенсию. Это был мой 26-й день рождения. Мы решили отметить его в нашем любимом месте. Отец поднял тост за меня и за свою пенсию. После чего вручил мне конверт. Я открыл конверт и увидел там чек на 50 тысяч долларов. Теперь твоя мечта сбылась, сынок. После этих слов я понял, что отец всё моё детство знал, как я горящими глазами следил за его работой. Я был безмерно счастлив и решил возродить семейный бизнес. Короче, вот это я. Но я как бы не очень-то похож на своего отца. Посмотри, какой череп огромный у моего батя. Просто капец. А что бы сделал ты, если бы тебе батя подарил 50 тысяч долларов? Понедельник, новый день. Добро пожаловать в Кастел Лейк. Слыхал, вы планируете открыть здесь ресторан и мотель. Если так, то это хорошие новости. В нашем городке не хватает мест, где можно вкусно поесть и хорошо провести время. Меня зовут Дрис Олдер. Буду тебя просто Дрис звать. Я местный шериф. Если вам понадобится моя помощь, вы всегда можете позвонить в отделение полиции. Желаю удачи в вашем деле и хорошего дня. Спасибо. Значит, мы уже закинтились с шерифом. Это очень важно. Значит, я в каком-то городке, не знаю, он где находится вообще, купил заброшенное здание. Здесь помжат, если честно. Какой-то притон, если даже вот так вот посмотреть. Все просто в срачи, в говнище. Вот это ж в мять я попал, конкретно. Ладно, идем. К чему мы идем? Нам показано, что нужно идти туда. Задача. Найдите электрощитовую на заднем дворе. И включить электричество. Ладно, сейчас я туда дойду. Если тебе понадобится переносное освещение, ты найдешь его в планшете. А, у нас тут еще и планшет есть, мы с собой взяли. Так, а как мне туда дойти? Я прыгать умею? Умею, но я здесь, походу, не перепрыгнул. Блин, тут прохода нет. Все, я побежал обратно. Вот, вот здесь вот выход есть. Еще я слышал, что тут где-то кошки мяукают. Можно сюда залезть? Как сюда залезть? Можно как-то этот контейнер... Вот, смотри. Я взял какую-то банку жестяную и получил за это плюс 124 доллара. Периодически вы можете находить металлические банки. Открывая их, вы получаете случайные денежные призы. И очки опыта. Банки можно найти на всех игровых уровнях. О как. Вот она наша электрощитовая. Сейчас мы запустим нашу кафешечку. Давай. Задание выполнено. Дальше. Нужно выяснить, как зайти в помещение ресторана. Что ж, пойдем попробуем это сделать. Можно, конечно, через окно. Они тут все разбиты. Вот, котеечка. 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 Можно я тебе поглажу? Что-то не гладится. А присесть можно? Нет, я присаживаться не могу. Видимо, колени болные. Болные прям капец как. Значит, расчищаем путь. Вот так вот просто ручками все это убираем. Горшки, мусор я убирать пока не могу. Ладно. Котеечка, ты вместе со мной хочешь зайти, да? Ладно. В новое здание первым заходит кошка. Как бы это всегда так было. Инструменты. Вы сможете найти в магазине инструментов в планшете, чтобы использовать их после покупки. Откройте инвентарь. Зажав F. Окей, окей, окей. Морозильная камера. Давай зайдем. О, тут, кстати, прохладно. Хотя электричество тока дал. Но уже тут морозит. Это хорошо. Уберите весь мусор снаружи и внутри помещения. Ох, да тут же просто капец. Сколько. Давай в планшет зайдем. Мне что-нибудь прикупить бы для уборки помещений. Меню, счета, инструменты. Вот. Швабра. Да, она нам пригодится. За 50 долларов я ее покупаю. Вот так же у нас тут есть уничтожитель тараканов и дрель. Это все инструменты, которые мне возможно приобрести в магазине через планшет. Мышей здесь просто отвал. Они тут все отожрались. Смотри, какие здоровые крысы тут бегают. Мыши, я хотел сказать. Точнее, я сказал, что это мыши, но это крысы. Котяич, иди займись делами. Поймай мне мышей. Они там такие жирные. А ты же голодный, наверное. Хотя... О, я его, кажется, погладил, и он мне смайлик дал. Ладно. Все, пойдем. Пойдем, короче, вот это все убирать. Куда это только убирать? Я не знаю. Видимо, в карманы свои. У меня карманы, это перерабатывающий завод отходов, по всей видимости. Просто складывай. Так, чтобы убрать листья или мок, зажмите F и возьмите грабли. У меня есть грабли. Ух ты, реально у меня есть грабли. Так, вот они, грабли. Я это все убираю. Вот таким вот макаром. Ну что, неплохо. Как бы логично, да? Всю желтую листву. Хотя деревья вроде бы... А, ну это сосны. Откуда здесь листва, если здесь ели вокруг? Ё-моё, откуда мне тут занесло-то вот это парохло? Кто ж их знает? Ладно. Видимо, надуло ветерком. С листвой я тут почти разобрался. Сейчас вот буду убирать вот эти вот мешки с мусором. Кто их тут оставил, я даже не представляю. Видимо, какие-то засранцы. Лось! Смотри, лось! Офигеть! Я к нему подойти не могу. Лось, сядь, я тебя хотел погладить. Эх, не получилось. Значит, вот это тоже убираем все. Короче, тут какие-то малолетки, видимо, проезжали и скидывали мусор. Телефон кто-то вот... Ну, почему телефон нельзя обратно поставить? Как бы вот... Как вот этот вот засранцы. Кругом одни засранцы. Значит, мы тут уже почти убрали территорию на входе. Вот, уже чистоган. Кто-то притащил сюда эту корзину с магазина. С пятерочки, видимо. Какой-то бомжик здесь ночевал. Привез ее сюда. Со своим шматьем. Тележка. Тележка, а не корзина. Что ты? Все слова перебирать сейчас придется мне. Утро, ночью мудреней. Опять несу всякую пургу. Надо кофе попить. Значит, с листвой. Почти тоже разобрались. Хотя еще вокруг я даже не обошел. Давай сейчас помелочи тут. Мне 143 предмета надо убрать. Обосраться можно. Вот это я попал. А ты кто? Это зомби? Вау! Вау, зомби! Зомби, зомби, зомби! Смотри, как его уж втормит. Блин! Это зомби! Это зомби! Да ладно, это, наверное... Это бомж какой-то местный, который сюда телегу притащил. Да не телегу, блин, а эту. Хотя да, телегу. Телегу он притащил. Да не телегу, а эту, как корзину. Да нет, корзину с телегой. Телега. Да не важно. Пойдем поболтаем с ним. Бездомные. В этих окрестностях обитают бездомные, как и везде. Периодически они могут посещать ваши заведения, чтобы попросить денег или навредить. А иногда просто понаблюдать. Как с ними поступать, решать вам. Да я его сейчас замочу. О, тут лестница есть. Можно подняться. Так. Ну, бомж убежал, поэтому я его не замочу. Он дико меня напугал. Мне казалось, что это зомбарь. Но это зомб... Но это зомби, хотел сказать. Но это бомж все-таки. На крыше еще баночку нашел. В ней я подобрал опыт и получил первый уровень. Поздравляем, уровень вашего ресторана повышен. Первая звезда Мишленовская. Круто. У меня первая звезда Мишленовская, хотя мой ресторан еще не открыт. А куда бомж убежал, кстати? Я его просто, видимо, спугнул, и он куда-то в лес удрал. За лусяшем. Бомжар, ты точно скрылся? Может, он в щитовую забежал? Он сейчас там мне все провода повыдирает. Козлина. Да нет. О, о, о. А как я сюда зашел? Между дверью, между дверью я стою. Короче, здесь нет его. Продолжаем уборки. Уборки территории. Так. Где моя там эта... Вот эта вот штука. Гребня. Гребня. Здесь вроде бы листвы нету. На крышу слазил. Надо будет еще потом слазить. Уверен, что там что-нибудь помимо банки еще есть. Одна год. Мох. Или это просто трава. О, кстати, убирается. Прикол. Прикол. Все, походу, с листвой... А, нет, не все. Как я обрадовался-то уже. Вот так вот отлично. Котеч, подожди. Подожди. Уже ночь, блин. Капец. Как у них быстро темнеет. Уже шесть вечера, уже такая темень. Котеч, помоги мне. Давайте граблями потешу. О, ему нравится, когда граблями чешут. Значит, здесь вроде бы все. Листву все убрал. А, нет, вот тут еще последнее. Последнее. Отлично. Все, теперь вот это вот все убираем. Это можно убрать? Нет. Эй-эй-эй-эй. Это тоже убираем брезент какой-то. Видимо, на нем бомж спал. Так, смотри. Мусорный бак заполнен. Закажите вывоз мусора через планшет. Ох ты ж, е-мое. Ладно, планшетик. Вывоз мусора. Где здесь? Вывоз мусора. 50 долларов. Да это грабеж. Ваш уж вмять. Ладно. Все, я заказал. Они вроде должны были почистить. А, нет, машина еще едет. Вон она едет, смотри. Прикольно. Тут даже это все анимировано. Хотя колеса не крутятся. Машина грузится. Я-то думал, она задом сдаст. И прям разгрузит бак. Ну ладно. Хотя бы так, слушай. Хотя бы тачка подорожает. Хоть какая-то анимация есть. Напоминаю, что игра в раннем доступе. Поэтому, может быть, в конце, когда она релизнется, что-то тут дорисуется. Какая-то анимация появится. О, котик, ты уже тут. Ладно, сиди. Я продолжу выносить мусор. Блин, уже так темно. У меня свет-то тут есть. У меня загорятся фонари. Или я буду в потемках убирать с фонариком. Тут вроде бы все. А, вот еще доску. Доска для серфера. Настройка наружного освещения. О, как раз то, что нужно. Чтобы включить наружное освещение или настроить автоматическое включение света, зайдите в планшет «Мой ресторан». Сейчас зайдем. Сейчас зайдем и настроим освещение. Значит, где у нас тут освещение? Меню, продукты, считаю, менеджер. А освещение где? Сбросить вашу позицию. А, где мой кафе? Мой ресторан, вот. Ох, сколько тут всего-то, блин. Включить лампы автоматически. Время включения ламп, значит. Можно я сам тут настрою? Можно? Вот, включаться они должны в 17. Нет, давай в 16. Если тут еще за свет платить надо, то это капец. Что-то написано вообще. Чтобы расширить заведение, это понятно, выполняйте задание. Улучшение территории тоже понятно. В этом меню вы можете настроить ваше наружное освещение. Оно может включаться и выключаться автоматически в указанное время суток. Время выключения ламп. Я не знаю, когда тут рассвет. Ну, допустим, в 6 утра. Включить лампы автоматически. Галочку поставил. И должно, по идее, все включиться. Но нет. Оно что-то не включается. Подожди. Включить сейчас. Вот. Тогда сделаем так. Отлично. Территорию я здесь прибрал. Машина едет? Машина едет. Тут машина едет. Моя машина. Самолет, вот. Это не машина. Круто. Чувствуется жизнь, да? Еще ни одна машина не проехала, кроме мусоровозки. Но самолет летает. Это классно. Значит, сюда мне, как бы, тут мне делать, видимо, нечего. Это стройматериалы, чтобы я обустроил свою кафешку. Здесь совсем разобрались. На улице я все прибрал, убрал. Здесь у меня почта. Сюда, видимо, что-то будет присылаться. Теперь нужно убраться внутри. Погнали. Снова тележка. Да, целых две. Тут, видимо, много бомжей было. Сюда всю бомжатню свезли. Которую можно. Со всех мусорок. Коробочки. Сейчас у меня мусорка забьется. За каждый убранный мусор я получаю по 5 хп. Хп. По 5 хп. По 5 опыта. По 5 пендалей в попец. Ладно, короче, это не важно, что я там получаю. Важно, что я убираюсь. Все, мусорка забита. Вывоз мусора. 50 долларов опять. Еще даже не открылся, а уже деньги летят. С бешеной скоростью. Ладно, пока там мусорка зачищает у меня все. Вывозит мусор. Я уберу здесь листву. А у меня что-то еще второй этаж есть, кстати. Не знаю. Ох, мыши, блин. Пошли отсюда. Сейчас кошака своего натравлю на вас. Главное, чтобы он натравился. А то окажется, что мыши будут гонять кота. А не кот мышей. Здесь все. По листве. Мусорный контейнер опустошен. Это хорошо. В морозилке нет у нас листвы? Нету. В морозилке нету. Это good. Все, тогда убираем грабли. И продолжаем. Чуть-чуть осталось. Я думаю, что вот сейчас мне хватит контейнера, чтобы очистить весь кофей. Весь ресторан. Это что такое? Процент заполнения мусорного бака должен быть минимум 50%. Чтобы его опустошить, видимо. Ладно. Ну что, мышки. Все, первый у вас закончился. Я здесь все зачистил. Еще швабры все помыть надо отмыть. Ох. Окна еще починить, запилить. Двери тоже сделать нормально. Хотя двери тут вроде бы норм. Ну что, вроде готово. Еще где-то что-то есть. Еще где-то что-то есть. Вот это надо убрать. Еще две вещи. Уведомление. Эта дверь закрыта. Чтобы разблокировать ее, зайдите в планшет «Мой ресторан» и откройте новое помещение в своем ресторане. Ну-ка. Туалетная комната. Чтобы ее открыть, нужно заплатить 5500 и еще выполнить кучу заданий. Вот так вот. Блин. Понятно. Короче, у меня туалеты заблокированы. Офигеть. А, вот. Вот стоят две деталюшечки маленькие. Это банка и стаканчик. Задача выполнена. Приобретите сачок в магазине инструментов и слойте всех крыс в заведение. Я думал, это кошка будет этим заниматься. Почему я-то? Почему я? Еще и деньги на это тратить. Значит, зачем мне кошка здесь вообще? Эй, кот. Ты что, разъел? Я тебя тут глажу. Прикармливаю. А ты не можешь мне мышей поймать? Сыкло. Значит, где мои инструменты? Сачок. На него еще скидка? Нет? Нет скидки. 120 долларов. Больше, чем швабра стоит. Так где-то видно. Вы что, издеваетесь, что ли? Я сейчас сюда столько бабла вбахаю. Еще даже не открылся. Раз, мышка. Блин, да ну нафиг. Сачками мышей ловить. Это ж не бабочки. Вы что, прикалываетесь? Уровень повысен. У меня второй уровень заведения. Вторая мишленовская звезда. Из пяти. Хотя, все равно, вон там, вон сверху одна звезда горит. Итак, дальше. Реставрируйте все, что сломано в здании. Окна, крыши, блоки, фундаментов. А как мне это сделать? Чтобы отремонтировать элементы здания, наведите прицел на поврежденную часть. Сейчас, подожди. Давай. Вот. О! Окно притащил. А есть. Готово. Я даже окна не покупал. Они у меня, видимо, где-то были. Но там же стройматериалы у меня завезены. Поэтому, как бы, тут логично. А можно тут свет включить? Подтемки такие. Капец. Подтемки. Подтемки. Оттенки. Давай, делай. Ремонтируй. А то сейчас наступит зима, холода. На-на-на-на-на-на-на. И мы замерзнем здесь. Вроде бы все. Теперь крыша и блоки фундамента. Ух, е-мое. Здесь по дверям вроде бы все ок. А как крышу мне чинить? На второй ярус я не полезу. Здесь окна все ок. На второй этаж меня не пускает. Как я там, что буду чинить-то? Ну ладно, я все равно схожу на крышу. Посмотрю. Кот, ты уже тут? Сейчас на крышу поднимите. Там вроде бы даже окна не разбиты. Если они там вообще были. Если они там, да, они разбиты. Я увидел, что они разбиты. Значит, о, баночка, смотри, вон. С баблишечком и опытом. А вот и крышу ремонтировать нужно, да, как? Так, молотком прибить. Ух ты, нифига себе. Обновляем крышечку. Э-э-э. А можно как-то день включить? А то ночью работать, ну, такое. Я как гастарбайтер, блин. Пашу и пашу. Здесь тоже надо заколотить. И окна, конечно же, тут тоже надо починить. Но пока что я это не могу сделать, потому что второй этаж не открыт. Хата? Хата. Отсюда я бы их мог починить. Ладно. Здесь закончили блоки фундамента. Блоки фундамента. Фундамент это здесь. Вот. Где трещина есть, это все надо плиточкой просто закрыть, да? Но это чисто вот по-русски, да? Если что-то где-то сломано, тебе нужно это просто прикрыть, а не отремонтировать. И тогда все будет пучком. Еще полвека продержится, да? Хорошо. На самом деле, так не только русские делают, так много кто делает. Кто хочет сэкономить. Особенно в бизнесе. Вот. Отлично. Ну, в принципе, уже неплохо выглядит, да? Фундамент замутили. Ну, как мы его замутили? Просто обклеили плиточкой. А может и заменили, между прочим. Тут непонятно. Вроде бы все. Вроде бы... А, нет, вот тут еще. Готово. Задачу выполнена. Смени покрытие стен или поклей обои. Ох. Давай. Давай попробуем. Чтобы... Мне нужно, короче, опять в планшет выбери обои или материалы для покрытия стен. Хорошо. Значит, мне нужны... Где этот вот обои? Ой, котичка. Какие классные тут обои. Ну... А сколько у нас кафе? Поскольку у нас кафе. Вот такое вот выберу. Вот такое вот выберу. И чё? Куда мне? Куда мне эти обои шлепнуть? Подожди. Обои я выбрал вроде бы, да? Сейчас, еще минуточку. Покраска наружных стен. Вот. Вот здесь вот я могу цвет выбрать. Выберите наиболее подходящий цвет для наружных стен. Давай пойдем посмотрим. О, как у меня тут все. Это, видимо, то, что утро наступает. А тут у меня что за свечение НЛО? Фонарь где-то там? А, ну там вон фонарь светит. Ясно. Пойдем наружный цвет. Сменим. Обои я так и не допедрил, как там сверху окна разбиты. Смешно. Давай поэкспериментируем, например, вот этот цвет. Давай фиолетовый попробуем. Ммм, ярко. Видно прям с дороги. Я думаю, что фиолетовый оставим, да? Прикольно. Теперь осталось только обои внутри, блин. Опять самолет? Йоу, вон он летит. Причем у него винт даже не крутится. Слушай, я обратил внимание. Он просто летит статически. Движется без анимации. Ладно. Что мне нужно? Че, че, че? Ты че здесь делаешь? Денег просишь? А ну пошел вон. Пошел вон, я тебе сказал. Я тебе сказал, у него пластырь наносил. Сколько я ему денег щас дам? Смотри. Вчера меня побил Марко Рыжебородо. И мы с ним не смогли поладить. Поделить кусок сыра Бри, который лежал под итальянским рестораном Везуфий. Теперь мне нужно залечить раны. Дайте мне 7 долларов. На пару банок, алкоголя и пластырь. Не, уходи. Ничего я тебе не дам. А это что? Ты слышал? Че это такое было? Какой-то звук, как будто дракон тут появился. Городские легенды. Привет, это Шериф Дрис. Слышал новости про ужасного монстра, который бродит в округе. Местные жители рассказывают, что видели монстра, похожего на снежного человека. Мы получаем множество звонков о пропаже скота. Также пропал без вести Алан Вильямс. Его жена говорит, что он отправился на охоту в лес и не вернулся домой. Мэр города обещает награду за информацию про местонахождение монстра или его фото. Награда 2000 долларов. Если у вас получится его сфотографировать, пришлите фото нам. Берегите себя. Офигеть, где-то снежный человек бегает. Да какой снежный? Это же тут лето. В наших краях. Поэтому я услышал звук дракона. Но это не дракон, это снежный человек. Обалдеть. Обалдеть. Где же он тут бегать-то может? А как мне его сфоткать? Вот здесь планшет. У меня здесь есть возможность сфоткать. Уведомление. Вы платите зарплату 0 долларов. Да понятно. У меня же никого нет. У меня тут даже в планшете нет возможности сфоткать кого-то. Банки с наградой. Я нашел 3 из 22. Вот у меня. Опа, где готов к открытию? Нет, я пока закрыт. Да у меня камера есть фронтальная на планшете. Но такой камеры, которую я бы мог зафоткать. Короче, тут никого нет пока. Как только я услышу рев чей-то, я сразу выбегу. И буду лопатить, долбить своим планшетом о пол. По всей видимости, чтобы разобраться, как фоткать. Так, сюда я не запрыгнул. Как мне банку-то снять? Банку, вон там банка есть. Как мне ее снять? Сейчас, подожди. Не попасть. Есть, собрал. 127 денежных операций. Денежная операция. 127 долларов, короче, получил. Ладно. С обоями пошли разбираться. Тут столько всего навалилось. Я же забыл, что мне обои надо поклеить. Это трындец. Ваш уж вмять, а. Я, короче, сколько читал. Тут же написано. Открой планшет. Открой. А в сон. Это типа магазин. Вот он. Это в сон. Типа зон. И здесь, видимо, мне нужно купить покрытие. Правильно же? Вот краска тебе, пожалуйста. Вот ковры, потолок, пол, обои. Мы, наверное, поклеим обои. По 5 долларов в них. А краска сколько стоит? 5 долларов краска стоит. Ну, конечно же, обои. Вначале обои, потом краска. Обои какие-то беспонтовые. Вот эти обои закрыты, потому что нужен четвертый уровень для их разблокировки. Кафе. Блин, ну тут такие отстойные. Отстойные обои. Просто ужас. Что если мы возьмем, ну, 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 хотя бы такие за 5 долларов. Давай попробуем. Давай попробуем. Ужас. Какой ужас. Вырви глаз. Нет. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Ну, зону туалета еще можно так оставить, как бы. Ладно, зону туалета мы так оставим. Хорошо. Не хочется мне эти обои. Ну, там больше выбора вообще никакого нету. А просто, как бы, оставить голые стены или покрасить их, это не вариант. Хотя бы обои дают какой-то уют. Эти, конечно, не дают. Это блевать их вот от таких обоев. Ну, 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 ладно. Вот, вот эта зона пускай будет с такими. Хотя они светлые довольно. И ярко в помещении становится, да? Как насчет вот здесь вот в прихожке просто покрасить. Давай мы еще вот тут вот так вот поклеим обои. Вот. А здесь мы уже что-нибудь другое шлепнем. Планшетик. Мы здесь... Обои. Нет, мы здесь просто покрасим. Краска. Мы здесь перекрасим в желтый цвет. Вот желтый тоже яркий, классный цвет. Он похож на какой-то зеленый, если честно. Почему здесь нет освещения? Не было бы сюда света. Может, чуть дальше по заданию нам его придется купить. Освещение. Куда освещение падает? Вот здесь вот давай покрасим стены. Потому что мне кажется, что это не желтый цвет, а какой-то зеленый. Хотя нет, вроде желтый. Вот, ладно. Пусть будет желтый. К тому же я уже начал. Кучу бабла спустил на краску. Расходы надо как-то покрывать. Пока что нечем, потому что клиентуры нет. Ну, как бы вот. Я разделил зоны. Там у меня... Здесь будет зона... Ну, здесь холодильник. Здесь, короче, будет рабочая типа зона. Раз тут холодильник. А тут у меня будет кафе, тут туалет и мышь. Откуда здесь мышь взялась, блин? Я тебя сейчас словлю. Откуда ты взялась? Ну, так вот тебе. Все. Смени покрытие стен или поклей обои. Я смен... А, нет. Вот здесь вот я не сменил. Минутку. Минутку. Сейчас еще раз покрасим. Не страшно. Вот. Здорово. Все. Дальше. Установите 6 датчиков дыма. Равномерно по всему помещению. О-о-о. 6 датчиков дыма. А освещение, может быть, с него начнем все-таки? Датчики дыма. Вот они. Значит, мне нужно 6 штук разместить. Окей. В морозильной камере, как думаешь, надо? Думаю, надо. Значит, здесь датчик. Потом здесь датчик. Здесь. Здесь. Я бы еще в туалете, на самом деле, это сделал. Здесь. Ну, давай посерединке вот тут. Вот. 6 датчиков. Нормально. Криво, конечно, но что поделать. На скорую руку. Приступим к меню. Откройте планшет меню и добавьте минимум 5 блюд в меню. Да какие блюда? Я еще даже столы не поставил. Вы что? Ну, ладно. Я вроде бы как директор этого заведения, но мной кто-то команда. Такое ощущение, что это шрифт. Значит, меню. Давай выберем. Пицца пепперони. Пицца кантри. Пицца пепперони. Давай добавим ее. А, нет. Это стоимость. Это стоимость. Вот сюда ее перетащить. Это будет у нас пицца пепперони. Пицца 4 сыра. Суши Филадельфии. Нет, мы суши пока не будем подавать. Мы будем подавать грибной суп. Паста карбон. Мы будем подавать пиццы. У нас пока что это кафе Пиццерия. Вот. У нас будет пока что Пиццерия. Дальше. Теперь закажем продукты для приготовления блюд. Откройте планшеты продукты. Где у нас продукты? Что нам нужно? Нам нужно. Вот все, что зелененьким подсвечено. Это нам все нужно, собственно. Это покупаем. Это покупаем. Если вы ошибочно приобрели коробку с продуктами. Или она вам больше не нужна. Вы можете выбросить ее в большой мусорный контейнер. На заднем дворе ресторана. Но нет. Вы что? Пускай лучше портится. Я не буду ничего выкидывать. Я столько бабла на это потратил. Так. Я вроде бы все купил. Все ингредиенты, которые мне нужны. Теперь закажем продукты. Я же заказал продукты. Продукты у меня вот здесь. Вот. Морозилка. Открывайся. А. А. Мне их еще перетащить сюда нужно. Вот куда их привезли. Ого. Давай забирай. А. Ну то есть продукты нужно переносить. Ну понятно. Ну понятно. То есть мусор мне не нужно было переносить. А продукты нужно. Давай. Таскай. Мучайся. Блинский. Почему по две коробки нельзя взять. Лук довольно легкий. Хотя я не знаю. 20 луковиц. Ну да. 20 луковиц это довольно легко. Если он конечно не мутированный лук. Тут у нас тесто. А я персоналом когда нанимать буду? Мне бы тут не помешали лишние руки? Я пока туда сюда похожу. Хорошо что я только пиццу заказал. Слушай. Если бы я еще суп заказал. Там же тоже нужно несколько ингредиентов. Ух. 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 Поэтому пиццерия это лучший вариант. Ну и на пицце в принципе не так много. Точнее не то что много. А продукты не скоро порчащиеся есть на пиццу. Поэтому. Это даже выгодно в моем деле. Я не знаю тут продукты портятся или нет. Но если есть морозилка. То скорее всего портится. Да. Почти забил. Один стеллаж. Уже устал туда-сюда. Уже башка кружится. Уже вторые сутки не сплю. Ё-моё. Уже 7 вечера. И последняя коробочка. Продукты куплены. Все есть. Все пучка. Ну и еще. Розетки. Некоторое оборудование требует наличия подключения в розетку. Купите и установите розетки. Подключите к ним нужное оборудование. И начните. А. Иначе вы не сможете выполнять заказы ваших посетителей. Да какие заказы. Лампочки надо вкрутить. Может я сам этим займусь. Потолок. Есть здесь освещение. Кухня. А где освещение? Разное. Я могу вот такое вот строительное освещение купить. Но какого черта? Ладно. Розетки. Хорошо. Установите кассу. Кухонный стол. Печь. И холодильник. Некоторые оборудования. А. То есть в начале. Все. Понял. 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 Так. Это мы закрываем. Это что? Оно будет. О чем морозить. И другое помещение. Значит здесь у нас будет кухня. Я бы здесь еще стенки построил. А я могу здесь сделать стенки? Стенки. Стенки. Стены. О. Точно. Могу. 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 По этому кухню мы сейчас сделаем. Значит это из чего стена? Непонятно из чего. Ага. Ага. Понятно. Это стены обиваются. Я вначале думал, что я стенку построю. Но нет. Обломись. Ничего ты не построишь. Столы у нас скорее всего в экстери... Нет. Не в экстериере. Лампы. О. Кстати. Лампы. Ву. 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 Что мне нужно-то было? Нашел лампы. Нашел. Значит у нас есть такие. Ну вот давай за 95. Нифига себе освещение. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Вот этот как в потемках был. Значит вот так вот мы сделаем. Хоп. Лампа. Хоп. Лампа. Ву. Блин. Ну лупит это свет конечно знатно. Я тебе хочу сказать. Тут развернем. Вот так на вход. И вот здесь вот еще. Блин. Теперь в глаза все лупит. Да? Слишком ярко. Ну ладно. Пусть будет липах. Очень ярко. Я тебе хочу сказать. Может я продам и одну оставлю. Давай я ее лучше перемещу. Вот сюда куда-нибудь по центру поставлю. Вот так вот разверну. Потому что очень ярко. Эту продать. А это. Ну пускай здесь будет. Ну вот. Получше. Так получше. Дальше. Столы. Столы, столы, столы. Где могут быть мебель? Мебель. Вот есть стол. Кухня. Вот. Кухня. Холодильник. Значит кухня у нас будет здесь. Она у нас будет здесь. То есть ты заходишь и тут сразу кухня. Нет. Кухня у нас будет здесь. А тут будет этот. Касса. Касса будет здесь. Кухня здесь. Я ее сделаю вот так вот. Чтобы места больше было. Вот. Кухню вот так вот размещаем. Вот здесь вот. Готово. Так. Значит мне нужно кассу установить. Покупаем кассу сейчас. Продажа. Вот касса у нас есть. Она у нас будет стоять вот тут. Вот так вот. Почему она к стенке не может прижаться? Вот к стеночке ровно бы встала. Было бы идеально. Но нет. Значит вот касса. Нам теперь нужно розеточку подключить. Кошак, ты что там поймал мышь? Мяукает мне тут. Розеточка нам теперь нужна. Покупаем розеточку. Вот здесь вот. Вот. Есть розеточка. И мы ее подключаем. Чего назначить работника? На розетку? Нет. Я хочу розетку подключить. Я хочу розетку. Блин. Электропитание. Вот. Втыкаем штекер. Все. Она запиталась. Но как-то криво запиталась. Это меня не очень устраивает. Ну ладно. На первых порах пойдет. Откуда-то провода торчит. Можем мы ее переместить чуть-чуть? Вот так вот мы можем сделать? Да. Вот так вот мы можем сделать? Ладно. Пусть будет так. Отлично. А может розетку перетащим? Подожди. Вот это вот мы переместим сюда пока. Розеточка. О да. Вот так вот розетку сюда. Все. Вот. Отлично. Касса есть. Дальше. Кухонный стол куплен. Печь и холодильник. Ох. Печь и холодильник. Кухня. Значит холодильник. Я поставлю его. А он как? Кстати. Как? Ему между прочим нужна тоже розетка. Я подумал дождь пошел. Но это всего лишь ветер. Холодильник. Значит у нас будет здесь стоять. Ему розеточку нужно обязательно подключить. И еще нам нужна плита. 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 Плиту здесь. Давай мы холодильник переместим вот сюда наверное. В угол. Вот. А плиту рядом со столом поставим. Чтобы с плиты сразу на кухонный стол. И так было бы удобно готовить на самом-то деле. А знаешь что еще нужно? Давай-ка мы сделаем вот так вот. Подожди. Это здесь постоит. Это здесь постоит. Я розетки за ними хочу сделать. Чтобы розеток не было видно. Вот. Розетку сюда. Розетку сюда. Это мы подключаем к этой розетке. Ага. Это мы подключаем к этой розетке. Подожди. Бездомный. Если вы не будете поддерживать хорошее отношение с местными бездомными. Они могут вредить вашему бизнесу. Например. Разбить окна. Или бросить мусор на территории кафе. Иногда они могут попросить у вас деньги. Рассказывая очередную историю. Давать им деньги или нет. Выбор за вами. Ааа. Блин. А я ему тогда денег не дал. Ну придется в этот раз походу дать. Чтобы он мне не навредил. Да? Черт. Это какая-то местная мафия. Попрошай. Которая знаешь это. Ультиматумы ставит. Если ты мне не дашь денег. Я тебя разобью. Охло. Засранцы. Где полиция? Где шериф? Почему? А я же могу шерифу позвонить. Реально. Почему местные копы? Скотина. Я тебя поймаю. Уродец. Прещавый. Я тебе всю бороду выдерну. О. Куда ты делся? Ты что? Уменьшился? Ты бомж муравей что ли? Так. Как мне позвонить шерифу? Где тут телефон? Пойду до таксофона. У меня походу мобильника нет. Я ищу торт помощь. Где? 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 Шериф. Он же мне говорил. Типа. Зови шерифа. Но походу. Шерифу на меня. Положить. Большой и жирный пепперони. Нет. Блин. В таксофон не позвонить. Ммм. А какое окно он разбил? Вот это. Ах ты засранец. Ах ты засранец. Ладно. Я сейчас поменяю окно. Давай меняй. Ну что ты? Что ты меняешь? Во. Наконец-то. Снова ветерок. Свежачок. Хорошо. Короче. Понятно. С бомжами лучше здесь дружить. Потому что копов вызвать я пока здесь не могу. Черт. И охраны у меня еще нет. Я ее тоже не нанял. Эх. Кто бы мог подумать, что с бомжами будет сложности. Дальше. Установи кухонную вытяжку над печкой. И раковину. А раковину я бы в туалет поставил на самом-то деле. Вытяжка значит нам нужна. Вытяжка. Кухня. Вытяжка. Вытяжка. Вот она. Вытяжка. Мы ее поставим вот так вот, наверное. Вот. Если я две плиты куплю, то нормально. Так. Надо будет розетку повыше поставить. Вытяжку я бы даже под потолок, наверное, сделал. Хотя. Давай под потолок ее сделаем. Вот так. Дальше. Что мне нужно там над печкой и раковину. А также два стола. Раковину нужно еще купить. Где-то я тут видел. Вот она раковина. Я ее здесь поставлю. Вот. И два стола, где посетители смогут поесть. Два стола у меня будут вот тут. Два стола. Два стола. Мебель. Вот. Раз. Столик. Столик у окна. И вот два. Столик у окна. Откуда может прилететь камень от бомжа? Столик у окна. Столик у окна. Где может прилететь камень от бомжа? Прямо тут вот написать вот эти вот строки. Короче, в ресторанах иногда бывает, пишут на стенках какие-то цитаты. Либо там интересные фразы. И тут можно написать вот это вот. Столик у окна. Но сюда может прилететь камень от бомжа. И будет вообще круто. Значит, электричество. Электричество. Мы запитаем его вот так вот, наверное. Розетка здесь. А прямо на розетку можно поставить? Да, можно, в принципе, прямо на розетку шлепнуть. Поэтому, поэтому, давай мы... А, ну, как я подключусь? Как я подключусь? А вот так вот. Это же вначале делается подключение, а потом перенос розетки. Это же читерская игра. В жизни так нельзя сделать. Назначение работников. Для некоторого оборудования требуются работники. Чтобы назначить работников на это рабочее место, сперва вам нужно нанять его в разделе менеджмент. В планшете. Затем вы сможете его выбрать и назначить в этом меню. Окей. Розеточку, значит, я переношу сюда. И вот это тоже переношу. Но это читерский, конечно. Такой, знаешь, это... Подключил к розетке прибор и перенес его на розетку. Вот бы в жизни так можно было розетки прятать. Значит, вот. Все у нас сделано. Найми работника на кухонный стол и установи две лампы. Ну, две лампы-то я уже установил. Она тут, в принципе, очень хорошо освещает кухонный стол. Работники. Назначите работника. Ваши сотрудники. У меня нет сотрудников. Вначале их нужно нанять, да? Эй, а что я повис? А что я повис? Я завис. Я завис. О, отвис. Отлично. Менеджмент. Где у нас менеджмент? Выбирайте лучших работников, чтобы заказы выполнялись быстрее. Ваши посетители всегда были довольны. Коммуникабельность влияет на стоимость ваших блюд. Чем выше этот показатель, тем больше шанс, что кассир предложит посетителю дополнительные блюда. Мотивация со временем падает. Выбор за вами. Замените немотивированного работника на нового. Или заплатить ему премию, чтобы показатель вырос. Все это влияет на скорость работы. Ладно, я понял. Можно заплатить HeadHunter, и он сам найдет мне работника. Давай, HeadHunter, работай. Скорость работы. Ну, тут вот Оливер более-менее такой работник. Но он, соответственно, и зарплату просит 60 долларов в день. А у этого мотивация огонь. Коммуникация, скорость работы. Мотивация, это, конечно, круто. Давай, короче, мы лучше замотивированного возьмем. Он стоит дешевле. Мотивация, как мы читали, самолеты какие-то. Давай, короче, тебя наймем. И поставлю его на кухню. На кухню. Назначить Марка. Вот он, Марк, здорово. Я теперь не один. Ты будешь мне помогать коробки таскать с продуктами. Установи два биотуалета на улице. В смысле два биотуалета? А вот это что? У меня вот туалет есть. Вы что, прикалываете, что ли? Почему я не могу разблокировать? Срочно мне нужно разблокировать в ресторане туалет. Как это без туалета в ресторане? В биотуалет. На улицу ходите. Вы прикалываетесь? Вот это днище. Я бы в такой ресторан в жизни не пошел. Хочешь в туалет? Ты выйди на улицу в биотуалет. Биотуалет. Это, конечно... Смотрится это не очень. Это смотрится не очень. Слушай, а можно поставить вот так? Вот здесь вот. Вот у этих... Да! Давай я биотуалет поставлю здесь. Возле столиков. Шарма придаст. Вся вонь будет идти. Если бы здесь окна открывались, вся вонь бы туалетная шла туда. Прям к этим столикам. Крутяк. Крутяк. Вот вам и туалеты, пожалуйста. Значит, ты такой ешь. Сидишь за столиком. Ешь пиццу. У тебя здесь вонь от биотуалетов. Еще бомжар кидает камень в окно. Ух! Классно. Открой заведение и обслужи 5 клиентов. Ладно, сейчас откроем. Мы открыты. Вы открыли заведение. Чтобы перемещать оборудование, нанимать новых работников, вам нужно закрыть заведение и выполнить все текущие заказы. После этого вы можете делать все, что вам угодно. Ладно. Первый посетитель. Внутри вашего заведения есть зеленая урна для мусора. Иногда посетители могут бросать туда мусор. Когда урна заполнится, мусор будет выпадать и загрязнять помещение. К тому же, все это неприятно пахнет. Старайтесь вовремя опустошать эту урну. Что, посетитель ждет? Блин. Заказы в процессе. Пицца пиццерии. Пепперони. Нужно это сделать. А как сделать? Показать готовые заказы. Так, пицца, пицца, пицца. Вот пицца. Пицца пепперони. Все. Заказы в процессе. Вы можете принимать. Короче, я еще и на кассе работаю, да? Ладно, чувак пошел в холодильник. Взял там что-то. А тот чувак пошел, сел за стол. Чувак, ну работай, пожалуйста, быстрее. Блин, ты же замотивированный. Понятно, что у него... Ой, какой он медленный-то. А что ты режешь? Ты доску режешь? Хочешь, я тебе покажу, как работать? А нет, я тебе нанял. Я тебе 40 баксов плачу. Давай, давай работай. Я не буду тебе показывать, как работать. Ну, ты тормоз, слушай. Новые заказы. Новый заказ. Ладно, я приму. Я приму. Пицца Маргарита. Чтобы принять больше заказов, одновременно купите больше кухонных столов и наймите работников. О, блин. О, блин. Ладно. А это откуда? Ты что, она топтала? Она быстро вытерла. Ты тоже срестика какого-то? Она с ресторана соседнего пришла, прикинь. Это конкурент. Готовое блюдо. Где? Где готовое блюдо? Готовое блюдо. Как мне показать готовые заказы? Взять. Вот, я взял. Я иду, мужик. Я несу тебе блюдо. Приятного вам аппетита, сэр. Держите. Курень повышен. О, у меня уже больше посетителей пришло. Так, подожди. Не сбиваемся с толком. Мне нужна пицца Маргарита. Готовим. Мы готовим. А ты куда пошла? Э, вернись. Вернись. Мой третий посетитель сбежал. Я лучше бы ее обслужил, чем своего конкурента. Ой, у меня тут мыши. Подожди. Мыши, нужно их отловить. Такие посетители хавают у меня тут, а я бегаю с очком и ловлю здоровенных мышей. Еще тут натоптали. Шваброй, наверное, это все надо убрать. Давай, отмоем. Вот так. Вот так. Вот хорошо. Фух. Пока справляемся. Что там у тебя? Заказ готов? Нет? Нет, пока не готов. Куда ты пошла? Да ты только пришла. А, нет свободных столов, поэтому они уходят. Рейтинг вашего ресторана самый важный показатель. Вверху экрана в виде звезд. Чем больше звезд, тем больше посетителей. У меня еще один посетитель шел. Короче, понятно. Рейтинг ресторана. Это очень важно. Здесь лось. Я подумал, снежный человек. Значит. Значит, 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 пицца готова. Забираем. Фух. Насыщенный денек. Очень сложный денек. А я еще не спал уже третий сутки. Не спал, ты представляешь? Еще посетители-то будут, нет? Вон идет, вон идет. Я уже на кассе стою. Жду. Он идет сюда по местному времени. Уже 10 минут. От того края сюда 10 минут. Ну, понятно, это качок. Он расслаблен на релаксе. После качалки. Пицца-маргарита снова, да? Пицца-маргарита. Делается. Садитесь, пожалуйста. Я бы, наверное, еще, наверное, наверное, я бы, наверное, наверное, мусор оставляют за собой. А, это чаевые. О, круто. Спасибо. И тут тоже чаевые. Это мои чаевые. Болтай по телефону. Конкурент оставил чаевые. Это добрый знак. Это я подметаю. Значит, там у нас все делается. Давай, работай быстрее. А то эти швабры будут пихать, толкать. По жопе им надавать. Столик. Еще один столик купить, что ли? А это что такое? А, номер пять. Это для заказа. О, барышня пришла. Барышня. Новый заказ. Я бегу. Бегу, бегу, бегу. Пицца-четыре сыра. Не вопрос. А, пока, извините, нужно подождать. У нас готовится. Что варишь? Пахнет вкусно. А что ты там варишь? Грибы, что ли? Зачем что-то варить для пиццы, скажи мне? У меня какой заказ там висит? Он что-то там химичит. Пицца-маргарита. Да ты что? Для маргариты что-то варить нужно? Ладно. А можно отсюда прям забрать? Нет, мне нужно обязательно зайти в кассу, увидеть там готовые заказы и только так выдавать блюда. Кушайте. Приятного аппетита. А я пойду заказ принимать. Хотя блюдо здесь стоит. Почему отсюда его нельзя взять? Значит, пицца-четыре сыра. Пицца-четыре сыра. Где она у меня тут? Вот. Готовится. Да, мужик, нету столиков. Хотя я мог бы сделать побольше. Что-то смайлик такой недовольный. Блин. А, я же сейчас и это... Стол-то не могу достать. Мне нужно закрывать, иначе свой рейстик. Урна забита на 39%. Поэтому скоро ее нужно будет очищать. Пообедал. Там рабочий идет. Рабочий откуда ты? С моей стройки. Хотя я тут все сам делаю. Чаевые присутствуют. 7 долларов нам дали. Ой, 17. 17 долларов. Отлично. Что вы хотите отобедать? Пицца-маргарита. Подождите. Ты снова что-то валишь? 4 сыра-то зачем варить, а? Ты точно пиццемейкер? Может, мне тебя уволят? У меня такое ощущение, что ты не пиццу делаешь, а что-то другое. Ну ладно, клиенты, по крайней мере, довольны. О, слушаю. У него дырки в ушах нет. Может, он глухой? Непонятно. У тебя есть дырки в ушах? Не видно. Он слишком высокий. Так, заказ, значит, забираем. Пицца-4 сиря. Пожалюсь тому, адмазель. Вот она, ваша пицца. Кушайте. Дальше. Последний клиент, кстати, остался. Пицца-маргарита. Почему-то все маргариты, пепперони всего одна была. Так. Стихийные бедствия. Иногда происходят стихийные бедствия, такие как торнадо или ураганы. Они могут повреждать все вокруг и ваше кафе в том числе. После торнадо внимательно осмотрите ваше кафе. Возможно, где-то повреждены окна или крыша. Вместе с поломками торнадо приносит мусор. Блин. Где-то окно разбилось. А, вон там. Мадам, вам тут торнадо не мешает? Ладно, развлекайтесь. Это вид места. Значит, я там совсем забыл. Пицца-маргарита. О, еще одно окно разбилось. Отлично вообще. Пицца, пепперони. Да что такое-то? Торнадо-то охренело. Хватит мне окна бить. А, это бомжара пришел. А, нет. Это точно торнадо, потому что бомжара, я его еще не прогонял. Вот и листва принеслась. Че тебе надо? Че тут дрешься? Пошел вон. Пошел вон, я тебе сказал. Посиди время. Вроде я тебя прогнал, а окна все равно бьются из-за этого торнадо, блин. Ужас. Че там по пицце? Ребят, место не... А, нет, места есть. Ладно. Пицца-маргарита... Она готовится. Че стоим? Работать надо, товарищ. Заказы у меня есть. Сколько посетителей-то пришло. Он опять пиццу варит. У тебя печь... А, у меня, кстати, прикинь, пиццерия открыта. А печки для пиццы нет. Она внизу вон. Хотя вот печка-то есть. Внизу можно пиццу закидывать. О, блюдо готово. Все. Последнее блюдо на сегодня. Я нафиг скрываюсь. Фух. Очередь-то какая. Держите, месье. Все. Поздравляем. Вы успешно прошли обучение. Теперь можете приступить к полноценной работе и развитию своего ресторана. Мы уже перевели на ваш банковский счет 200 долларов в награду за успешное завершение обучения. Так держать. Ну что ж, я тебя, себя поздравляю. Обслужи 20 клиентов теперь. И в это... Можно закрыть. В это праздничное настроение можно закрыть магазин. Сейчас этот чал доест свою пиццу. Чаевые заберу. Надо отремонтировать окна. Дел в окон. Но это уже будет в следующей серии. И вот этого, может быть, чувака я уволю. Потому что пиццу варить... Ну кто это... От где ты это видел? На ютубе, что ли, посмотрел? В общем, если тебе понравилось и ты хотел бы увидеть продолжение моего бизнеса, как я буду здесь обустраиваться и развиваться, то не забудь поставить лайк под видео, подписаться, если ты еще не подписан. И увидимся с тобой в следующем ролике. Так что до встречи.